Всем привет! Сегодня у нас будет письмо. Давайте зачитаю, потом поговорим на эту тему. Смотрю ваш канал с приличностью раз в несколько дней, набираю на ютубе поиск и смотрю. Надо подписаться, чтобы не набирать поиск. Не знаю, будет ли мое письмо о достойном видео, но очень хотелось бы поблагодарить вас за вашу деятельность, поделиться кое-какими собственными мыслями на этот счет. Случайно в новостях мне выпало ваше старенькое видео в апреле 2019 года. Почему иностранцы используют славянок? Мне кажется, его надо повесить на стенку, записать на лбу и вызубрить наизусть, показать всем. Можно даже зачеркнуть слова славянка, турция, иностранцы, просто применить ко всем мужчинам. У меня была небольшая история, бесконечно надущей, щипательных подробностей, разбитых в хлам надежд. Мне понравился молодой человек из Турции, здесь на территории России. Мы общались, у нас был потрясающий роман, веселый, полный смеха, позитива, радости, искренности. Но в Турции я никогда не бывала, и как-то даже не строила планов на эту страну вообще. В двух словах, нас разлучил чертовый коронавирус. Их больше не посылают в РФ, стоит экономический кризис, да плюс еще закрытие границ. Он, к сожалению или к счастью, не знаю, не приемлет виртуального общения, его нет в соцсетях. Он не пользуется WhatsApp, Skype, сайтами знакомств и даже электронной почтой. Не знаю, врет или нет, но под настоящим временем я не дошла ни одного его аккаунта, под настоящим именем. Суть не в этом, а в том, что я попалась на удочку. Нет любви, мне 44 года, я взрослая девочка, и не буду писать о слезах, вздохах, ибо это неправда. И мы уже прошли и Крым, и Рым, и имеем мозги. Суть в том, что, познакомившись с ним, я через какое-то время полезла читать всякие форумы, блоги о Турции, слезные истории о девочках, брошенных турками, о стандартной схеме всяких знакомств или интернет-знакомствах, курортных, отельных обслугах и всем таком прочем. Посмотрела какие-то серии знаменитых сериалов, из познавательных целей, конечно, прочитала Коран, разумеется, на русском языке, начиталась о традициях, о менталитете и поняла, что наломала дров. Дело в том, что я общалась с ним, как я общалась бы с русским мужчиной. На равных, целуюсь, флиртую, позволяя себе всякие шуточки, танцы, в кавычках, пьяный под луной. И мы пили с ним, и коньячок, много вообще, что было, разумеется. Зная о них хоть что-то, я бы себя скромнее вела, одевалась бы по серии как-то, подольше бы манерничала с ним, держала на коротком поводке, не выражала своих чувств, не так радовалась бы от наших встреч. Я в тот момент была с собой с ним, я была искренне, я видела теплое джентльменское к себе отношение. Я купалась его внимания, нежности, избавлялась от всяких комплексов, словно просыпаясь после долгой полярной зимней спячки в сердце. Неужели теперь я в его глазах тоже Наташей стала? Неужели я вывалилась в грязи, пополнив армию русских дурочек-брошенок? Он богат, красив, занимает высокую должность во флоте, имеет за спиной два вуза, всевозможных курсов всяких, гражданства двух стран, знания нескольких языков. Хочется все же верить, что это не было романом, похожим на пляжных всяких Ахметов, и с его стороны все было тоже из уважения и искренне. Но спросить у него самого об этом у меня пока возможности не предоставляется. Я впала в черную депрессию не из-за того, что ни из-за него, ни из-за себя, а начала ходить на всякие курсы, тренинги, увлекаться психологией. Стала поднимать самооценку, изучать всевозможные методы терапии, коучинга. Я научилась отделять психологические школы от эзотерической шелухи. Я начала понимать, где хороший коуч, где высокая выскочка, однодневка. Я сама захотела стать коучем и мечтаю консультировать других людей, спасать их, помогать, подняться с колен и не делаться тряпкой. Тут я немножко остановлюсь, чтобы стать... У меня было видео про всяких вот это все, про тренинги, все прочие дела. Я вам одно скажу. Если вы хотите стать действительно хорошим коучем, кому-то что-то помогать, вы должны закончить психологический вуз. Идите на заочку, на психолога, 4 года, и у вас диплом будет в кармане. Или там сколько на заочке? 3 года. Это, короче, обязательно надо. Нет хороших коучей без базового образования по тематике. Не обязательно должно быть психологическое, а я вообще имею в виду образование, связанное с этим, с психологией. Оно должно обязательно быть. Просто так коучем, не без знания, почитав книжки о психологии, вы никогда не станете, я имею в виду. Брать на себя ответственность за жизни людей – это другое совсем, это не просто коучинг. Мне хотелось бы поделиться с вами вот чем. За каждым турецким романом, не обязательно турецким, ведь девичьи сердца разбиваются об всяких арабов, греков, итальянцев, немцев и так далее. У каждой из нас стоит некая вторичная выгода, и эту выгоду надо распознавать. Если выгоды нет, это действительно любовь, и тогда не важно, турок он, украинец или папуаз. А если есть, то это обходные пути. Поясню на собственном примере. «У меня нет шкурного интереса к Турции как таковой, у меня есть шкурный интерес к море, теплому климату. Я очень сильно болею, лежу по больницам, легочное заболевание. В своем родном северном городе мне физически плохо, поэтому я переехала в Краснодарский край, начала жить с нуля, работаю на удаленке на компьютере, сняла комнату и живу. Скорее всего, в Турции и других странах девушек манит конфликт с родителями, какой-то несчастный прошлый брак с русским. Как меня, желание жить на солнышке, любуюсь на розы, а не в дерьмовом морозе среди облезлых елок и серого неба. Ну и плюс заблуждение о том, что иностранцы не только добреют, но там высший уровень жизни. Чтобы не потерять себя, не опустить ниже плинтуса, не убить свою самооценку, вы можете сделать то же самое. Но не кидаться в объятия мужиков, не продавая свою честь за квадратные метры жилья и кусочек хлеба. Например, сдавать квартиру в Российской Федерации и жить где-то потеплее, существуя на деньги от аренды. Освоить профессию гида-экскурсовода, найти работу в русскоговорящей среде. Или поискать не мусульманина, а кого-то поближе, например, болгарина, серба, грека, кто-то православного вероисповедания. Или в конце концов, просто христианина с менталитетом попроще, с освоением похожего языка на ваш тоже, чтобы язык был похож. А если выход видится только через замужество, не обманывайте себя и просто ищите цинично, внимательно, переборчиво через сайты знакомств, задавая наводящие вопросы. А есть ли свое жилье? А нет ли жены? А жива ли мама? А не живет ли он с ней в одних стенах? А сильно ли он религиозен? И так далее и тому подобное. Я понимаю, что тут нет ничего общего с искренностью чувств, зато честно и по уму, не скрывая своих целей, жизненных принципов, убеждений, серьезных намерений от мужчин. Это позволит отсеять лишних ловеласов, ищущих развлечений. Вот такие у меня рекомендации, вот такая у меня история. Я надеюсь, что все же сумела выйти из нее победительницей и не запачкать свою честь, ибо незнание национальности и каких-то там моментов меня оправдывает. И возможно, он не цинично использовал меня, а искренне что-то ко мне испытывал. Возможно, он даже приедет, когда закончится это непростое время. Возможно, мы даже поговорим по душам, но я уже не буду прежней. И никому не дам на себя сесть и поехать. Я по-русски, по-человечески объясню с ним и скажу, что была неправа и понимаю, но теперь ознакомилась с вашей культурой и думай про меня, что хочешь, но себя я в обиду не дам. Россию не брошу, Христа не предам, а ты уже решай, нужна тебе такая я или нет. Самодостаточный человек, который проживает и сам, и один. Если мы никогда не встретимся, я оставлю о нем светлые воспоминания в сердце. В конце концов, мне ничего не обещали, меня не кинули со мной, не поступали гадко, как-то грязно, меня не унижали, не обижали. В правильном ли направлении я мыслю, может, вы подскажете мне какую-либо литературу почитать, на каких курсах поучиться, чем обогатить свои знания в области психологии, как дальше продолжать путь своего развития. Вот такое у нас долгое письмо было, каких-то советов, вообще, в принципе, не история сама здесь главная с турком, а вообще ощущение себя женщиной, просто такая женская болтовня. Опыт определенный, да, другой женщина, которая передается другим. Тут очень много всего сумбурно, но будем отвечать конкретно на запрос человека. Что почитать, как мне заняться, мое саморазвитие и все прочее. Очень просто, я вот до этого останавливаюсь, раз вы хотите быть коучем, вы хотите… Вообще, к слову коуч стало очень модное, да, и туда вкладывается это как резиновое, коучинг, да, как и, собственно, каучук. Тянется во все стороны, в смысл все вкладывают разные. Но если мы берем конкретно психологию, я считаю, что для занятия наставничества, каких-то тренингов, ведений, курсов, коучинга и всего прочего, для этого обязательно нужно базовое образование высшее. Если у вас есть желание учиться, я вам советую не именно заочек, а вообще дистанционно хотя бы пойти, подать документы. Сейчас дистанционное образование в последние 5 лет очень развивается, да, сейчас корона всей этой фигней и ситуации. У вас прекрасная возможность дистанционно учиться, прям, это дешевле и в лучших вузах, потому что ездить туда, ну, скорее всего, может быть, на защиту какую-то, или там сдавать каким-то, ну, не курсовой, даже не надо сдавать, а надо какие-то работы иногда будет съездить раз там в год, отметиться и все, короче говоря. У меня так знакомых и родственники так учатся, вообще проблем никаких нет. Короче говоря, какое-то базовое образование психологическое для этого нужно. Это не просто так, я пошел, у меня есть опыт, я буду людям рассказывать. Просто настанет момент, когда опыт закончится, этого недостаточно. Плюс брать ответственность за жизни других людей, их чему-то учить, для этого нужно знание, потому что у нас будет ответственность за этих людей. Вы должны, например, как психологи, да, скажу, вы должны чувствовать, во-первых, задачи психолога, пришли к нему на консультацию, он вообще должен выявить в первой консультации психическое, психологическое состояние личности, которое к нему обратилось к клиенту. Все ли с ним вообще в порядке? А это проблема очень многих психологов, кто так не делает, да, и потом это заканчивается нехорошо, есть такие опыты. Мне, кстати, девчонки-психологи многие смотрят, можете написать в комментариях, кто знает такие истории, я лично знаю, да, как-то нападают на психологов или убивают. Короче, надо понять, псих человек или он, скажем так, нормальный, психически здоровый, то есть у него нет какого-либо сомнений, если есть о психиатрии, о диагнозе каком-то. Ты должен направлять человека к психиатру. В моей практике несколько раз уже за последние даже два года, за последних два года тоже вспомню, раньше не буду копать, вот даже мне в голову приходит, у меня несколько случаев было. Когда я от клиента отказываюсь, я его перенаправляю, потому что я прекрасно вижу, что у человека расстройство в психике. И некоторые психологи в погоде за деньгами, например, это не хотят видеть, и таких людей начинают консультировать, а потом физический вред сами себе могут получить, да, если это не онлайн какие-то консультации. Короче говоря, образование обязательно нужно. По поводу вот этой ситуации с мужчинами, я вам, знаете, что хочу сказать, у вас какое-то странное чувство есть. Грязи, Наташа и все прочее, какой-то вот с этим постель, проституция, что спят, вот это вот все вот такое, я Россию не предам, Христа не предам. Я вот, мне важно, чтобы я не, но и не пользовались, чтобы я не была какой-то дурочкой, и чтобы не изваляться в этой грязи, чтобы меня, не дай бог, называли Наташей. Это ваше личное отношение к этому, и у вас какой-то пунктик в этом плане есть, какой-то комплекс, либо у вас кто-то в круге семьи, может, это очень так к этому относится, и вы это очень сильно стыдитесь, и стараетесь не замараться, и все прочее. Ну, это чисто ваш личный взгляд на эту ситуацию. Я, например, да, мне постоянно в комментариях всякие придурки, обиженные мужики, они мне постоянно пишут в комментариях, что я Наташа, и всякие такие слова, очень цензурно, матерно. Но меня почему-то это никак не трогает, вообще не наплевать, кто что думает, не наплевать, что думают там мои знакомые, или даже родственники мои, что у меня муж турок, или я стала там Наташей, и все прочее. В конце концов, я родила ребенка от Черномазова, как иногда говорят, да, вот это вот все. Мне наплевать абсолютно. Я выше морально этих людей недалеких, мне наплевать на их мнение, которого никто не спрашивал, и это комплексы гонимы этими людьми, вот они в этом варятся, они в этом видят, что какие-то минусы, это их личные проблемы. У меня проблем в этом счет нет, поэтому почему вас это цепляет, вам с этим надо разбираться. Почему вы так на этом зациклены, почему вот это не изваляться в грязи, вот это все просто фу-фу-фу. Просто вы в этом очень сильно, скажем так, себя отделяете, хотите себя обелить, а остальных, кого считают, скажем так, Наташами и все прочее, вот это вот все, очернить. Я не такая, как они, я не хочу быть такой, вы себя очень сильно отделяете. Зачем? И вообще, кого волнуют эти вопросы? Эти вопросы волнуют лично вас, вот в этом вам нужно покопаться, отпустить это для развития себя в будущем, чтобы вас это держит, этот якорь, короче говоря. Что вы думаете по поводу этого письма? Пишите ваши комментарии, очень интересно поразмышлять на эту тему. Вот такие вам советы дают бывалые уже 44 года женщины-подписчицы мои. Что вы думаете по этому поводу в комментариях? Очень интересно почитать. Спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok